Всем привет из Киева, меня зовут Оксана и АО. Всем привет из Киева, меня зовут Оксана, улыбайтесь, на улице весна. So well! Начну со своего личного блогерского и мамского прикола. Посмотрите на экран. Вот такие сообщения от самой себя, якобы, я встречаю под всякими аудиосказками, видео про пони и даже мультиками. Дело в том, что Даринка часто смотрит с моих девайсов свой YouTube и, конечно же, оставляет комментарии от себя. Я стараюсь ее от этого отучить, тем более у нее есть свой собственный аккаунт на YouTube. Но пока что еще встречаются такие казусы. А ведь на ее или, типа, мои комментарии даже отвечают. Представьте на секунду, что может подумать автор такого подобного ролика, переходя на мой канал и видя, кто смотрит эти мультики. Какая-то тетенька лет за 30 еще оставляющая кучу смайликов, каких-то лягушек и ангелочков в комментариях. Комментарий, пришедший мне в Instagram, который тоже тянет на статус увеселительного. 2054 год. Последние новости страны. Внучки известной блогер Примадонны Оксаны Можаевой довышивали и оформили таки голден кайт в багет. Смотрю с ребенком очередную серию мультфильма про Лунтика. И что же я вижу? На столах стоит органайзер Пака. Клиника. Дорогие мои слушатели, похожи, правда? У меня парень в плане вышивки идеальный. Как встретимся, пообещала его тоже научить. Смешно будет. Стоит двухметровый парень с бородой и вышивает. Про вышивку знает просто все. От меня наслушался. Так вот, однажды говорили по скайпу, связь была плохая, изображение соответствующее. Он и выдал. Твоя вебка как настоящий прогон сейчас. Я как-то на работу принесла готовую картину, правда без рамы. Начальница, конечно, загорелась. Сделай, мол, и сделай. Что там тебе, неделю потыкать и все. А женщине 56 лет. У нее тетя вышивает. Показала она картину подруге. Та смотрит на крестики в упор и говорит. Это нарисовано, да? Я. Ну как же, это же крестики. Ааа, ну и мне тогда сделай. Начальница моя говорит. В очередь. Она сначала мне наделает. На днях приехала моя схема от Немю, Заяц и Почтальон. Поехали в субботу в магазин с мужем, и заодно я решила ниточки к Зайцу прикупить. А в нем, к слову, 20 разных оттенков коричневого. Называю номера, девочка-продавец аккуратно их складывает. Муж смотрит на это все и говорит. Зачем столько? Они же все одинаковые. Гнездо разврата и хомячьи норки на показ. Это бомба. У меня тоже был случай. Достала я свои коробки с нитками и сижу, перебираю, любуюсь, ищу нужный цвет. Заходит муж и говорит. Ну что, хватит тебе уже ниток? Я, не сомневаясь, отвечаю. Конечно, нет. Но у тебя же их вон сколько. Полная коробка. Я говорю возмущенно. Но тут же нет подходящего цвета. И мы начинаем вместе смеяться. И тут я себе вспоминаю историю с гардеробом, когда шкаф набит вещами, а надеть нечего. Гостили мы как-то у родителей мужа. Я сижу, вышиваю небольшой набор от Овна. Подходит бабушка мужа и говорит. Что же это ты так высчитываешь крестики по схеме? Неудобно ведь. Возьми, приметай лист со схемой к конве и вышивай прям так, через бумагу. Удобно и ничего считать не надо. Я даже не нашла, что на это ответить. Сказала спасибо, но я как-нибудь справлюсь. Кнапка Крустечер разгадала один из секретов. Почему никто не вышивает хаяц середины? А вы не задумывались? Да все просто, чтобы можно было потом отрезать вышитый в углу кусок, а конву использовать на что-то другое. Сегодня ездила с родственником в метро. Подходим к автозапчастям, или как правильно называется этот отдел. Он увидел большущий органайзер на множество коробочек внутри него. Каждая маленькая коробочка достается отдельно. В принципе, очень прикольный для бисера. И говорит мне восхищенно, вот за такой органайзер вы вышивающице жизнь отдадите. Оля, тебе огромный привет от меня и благодарности за то, что ты наговорила много приятных слов о моем канале и обо мне в одном из своих последних видео. Продолжаем. Я однажды мужа спрашиваю, а что такое без корню? Он возмущенно посмотрел на меня и с негодованием ответил. Ты это слово сама только что придумала. Знаете, мне это напоминает, как мой муж в одном из моих видео отвечал на мои вопросы и вроде бы даже на такое же слово дал точно такой же ответ. Теперь немного странных вышивок. Автор этих работ предпочитает вышивать подбором, так как в такой вышивке больше творчества и полета фантазии. Ей-богу, лучше бы автор была ремесленником, вышивающим по наборам, чем таким художником. Итак, странный мальчик или кто это там? Некто с базедовой болезнью. Даже фантазировать не хочу о том, чтобы такое могло висеть у меня в комнате и сутками зырить на меня. Кошка, изо рта которой так и вырывается крик. За что вы так со мной? Сальвадор Дали от зависти бы точно удавился. Куча в виде женщины или женщина в виде кучи и милые кролики для того, чтобы разрядить атмосферу. На ваших экранах дама с аллергией и мертвой собачкой на плече. Женщина без лица пытается съесть нечто похожее на развесистую березку. Посмотрев на остальные работы автора, мне почему-то показалось, что у дамы избыток коричневых ниток в запасах. Вот и приходится их тратить, к месту они или нет. Если вам интересно почитать больше реакции на эти картины и посмотреть остальные, обязательно переходите по ссылке под видео. Посмотрите на настоящее искусство. Авангард в смеси с сюрреализмом. Думаю, из вас, мои дорогие вышивальщицы, на это способна далеко-далеко не каждая. Обратите внимание, здесь использованы помимо стежков в разные стороны, также четверть крестики, которые как нельзя более искусно и глубоко подчеркивают глубину цвета в данной картине. Шедевральные вкрапления крестиков к месту и особенно не очень к месту делают эти журнальные листы баснословно дорогим произведением искусства. Особенно мне понравились белые крестики на засвеченном белом куске фотографии. Обратите внимание на данный экземпляр. Меланж и стежок недокрестик делают траву практически настоящей. И уже всматриваясь в последнюю фотографию, где изображены лица, искусно украшенные крестиками, меня осенило. На самом деле это не просто вышивальщица, это вышивальщица с суперспособностью. Ну типа Люди Икс или Человек из будущего, как в сериале 44 сотни, который призван изменить мир к лучшему. Редактор субтитров А.Семкин